так друзья украшение для магриппы первая часть этих украшений готова у нас получилось три комплекта один из которых состоит внутри себя еще из двух комплектов то есть в целом можем говорить о четырех то что вы видите перед собой это первая часть и ее окончание или начало вот на манекене то есть как вы понимаете я начну с янтаря магриппаза оказывала короткое украшение у нее была одна нитка янтаря ну янтарной смолы я думаю и она просила сделать коротенькое украшение вот получилось она у нас в районе 40 сантиметров золотистой под античное золото фурнитурой сережки и из оставшихся бусин браслет я вставлю в видео сначала я сделала два колье а затем магриппа попросила сделать из второго колье вот такой браслетик многорядный он не получился но в полтора оборота вполне даже получился вот на таких швензах у нас сережки сережки она заказывала все делать внушительных размеров то есть они в районе пяти сантиметров то есть четыре и семь наверное вот так эти сережки и на бронзовые на бронзовых швензах везде я применила фурнитуру золотистую и бронзовую рассмотрим на столе и сразу хочу сказать что демонстрация украшений на магриппе будет после 8 ноября вот пожалуйста цепочка удлинитель мой любимый замочек карабин я очень люблю вот эти замочки они удобные и красивые и шапочки здесь применены такие с проставочными золотистыми бусинками вот собственно такое колье браслетик я его сначала как я уже сказала это был не браслетик а это было второе колье ну было прям чуть чуть длиннее первого но могли по попросила именно сделать браслет чтобы был полностью комплект и серьги такие сережки которые тоже хорошо просматриваются они видны и с применением и золотистой и бронзовой фурнитуры следующий комплект у нас как раз он очень сложный ну как очень сложно состоит из двух комплектов внутри себя это сережки серьги вот такие большие и вот такой чокер и другой тоже колье и браслет из этих же бусин из таких же бусин это акриловые бусины если помните ума гриппы было многорядное акриловые украшения с двумя такими бронзово-золотистыми бусинами я сделала из них так как заказ понятно заказчица хочет именно большие очень большие серьги я сделала такие сережки именно из этих двух золотистых бусинок сделала вот такой чокер собрав на пины золотистыми шляпками эти бусины в середине я вставила 10 крупных и далее везде идут плотненько собранные вот эти бусинки в жгут дальше я применила здесь бронзовые бронзово-золотистые именно видите как по цвету подходят кубики такие вот бусинки у меня были и и ее же магриппы из другого украшения правда вот эти хрустальные бусинки которые я вставила сюда чередуя их с бронзами они очень мне кажется нарядно смотрятся и украшают затылочную часть этого украшения посмотрим на манекене как на манекене выглядит это украшение вот таким образом видите она очень хорошо ложится на шею хоть манекен и плоский но не очень плоский я шею то в общем манекена там в общем сделала объемные и у меня есть кое-какая там конструкция конечно на магриппе мы посмотрим это будет выглядеть совершенно по-другому я бы сама могла померить но не буду этого делать вот как выглядит это украшение и как сочетаются между собой золотисто-бронзовые кубики вот с этими серьгами на мой взгляд подходит ну и швензы золотистые и в общем то вся золотисто-бронзовая фурнитура сочетается между собой и дает представление я думаю целом как это может быть на человеке комплект тоже из следующий комплект из акриловых также бусинок он выполнен с очень интересным здесь моим изобретением я порезала у меня были есть такие шапочки для бусин золотистые но я их не рискую использовать потому что меня смущает их покрытие и форма их тоже не очень подходящий но купила я их как-то давно они у меня лежат я их не использую и я их покрываю естественно всю металлическую фурнитуру я здесь и везде покрываю специальным лаком и также эти лепесточки тоже и я режу эти шапочки на лепесточки вот на такие и получается такая интересная конструкция вставочки подвижные которые можно использовать я вот и браслетик двурядный даже два с половиной здесь оборота который очень хорошо смотрится на руке он нежный также с этими лепесточками и я думаю что мы гриппе должно это понравиться на манекене смотрится этот комплект вот таким образом вот пожалуйста у нас тут лепесточки очень деликатно они смотрятся несмотря на свою желтизну я не очень люблю золотистую фурнитуру но и этот цвет мне тоже очень нравится в данном контексте но учитывая что мы еще закрепляем все же напыление лаком думаю что держаться будет очень неплохо можно ли носить эти два украшения вместе да вот эти два колье сейчас мы посмотрим на манекене я бы не стала их носить вместе потому что немножечко все же накладывается хотя я их мерила и на шее они лежат очень хорошо но вот видите на манекене они несколько накладываются друг на друга я люблю когда толпятся между собой бусины и когда их много в данном случае я думаю тоже это не сильно мешает но если например хозяйке не понравится такой вариант она всегда может носить эти бусы раздельный следующий комплект получился из кусин которые были у магриппы и которые мне просто очень очень понравились я показывала магриппе уже этот комплект и я честно говоря не знаю она просто обратила внимание на янтарь больше ей был важен янтарь эти бусы может быть она еще пока не рассмотрела но ее мнение мы увидим и услышим когда она будет их мерить получились вот такие вещи браслет серьги и колье причем колье тяготеющие к сатуару потому что где-то 70 сантиметров точно есть в этом колье и хочу сказать что моя задача была когда я увидела эти бусины я сама эту задачу перед собой поставил потому что магриппа мне конкретной задачи не давала насчет этих бусин просто это было разорванное колье я почему-то не хотела прятать на затылочной части ни одной из бусин к сережкам я подобрала две более или менее подходящие по цвету но они тоже разные тут ни одной повторяющейся бусины буквально нет но вы видите серьги очень длинные как и требовалось по заказу я применила здесь белый силиконовый шнур и на браслете и в колье и сейчас вот эту вот зеленую бусину вот она шикарнейшая зеленая бусина самая огромная я ее вставила браслет все остальное пошло на колье и в серьги посмотрим как это смотрится на манекене так на манекене смотрится вот таким образом видите собственно опускается здесь ниже груди но учитывая что все же это манекен на человеке это будет на уровне груди вот этот лепесточек сердце это мой кулончик который когда-то покупала в болгаре но не когда-то этим летом я покупал в болгарии вот он сюда по этой цветовой гамме прямо подошло радуга радуга такая в пастельных тонах получилось и мне очень импонирует этот комплект я ставила сюда свои кубики вот эти проставочные бусины матовый синтетический кварц и хрустальные бусинки здесь идут и мои и магриппы браслет но и серьги серьги я вставила посеребряные швензы 925 пол посеребрение но всяком случае так написано на серию на швензах и так посмотрим вот мне очень нравится мне приятно глазу итак посмотрим на стали очень очень быстренько значит вот пожалуйста браслетик с цепочкой удлинителем с такими лилиями вот этими зажимными которые я поставила вместо шапочек для шнура сережки я уже показала но еще разу на швензы у нас вот какие кстати первый раз я их увидела у юлии цезарь они мне очень понравились и ну юлии вообще прекрасные серьги мне очень нравится заходите к ней на канал подписывайтесь и камней к юли вот и будем дружить ну и вот благодаря ей я эти швензы использую я увидела вдруг у нас их волгограде купила и вот с удовольствием их использую здесь вот уже второй раз а петлю вернее первый раз это второй раз вы увидите следующем видео следующей части для магриппы ну и конечно сатуарчик мне очень нравится как мне нравятся эти бусины я просто их люблю вот просто люблю я не могу с ними вообще расстаться прям и каждая бусинка одно удовольствие одно удовольствие вот ну и я думаю что сочетается с белым шнуром конечно это больше летние на мой взгляд украшения хотя все зависит от туалета смелости и случая при котором эти украшения надеваются и так вот первая часть украшений для магриппы не ругайте пожалуйста меня за фиолетовый фон на столе потому что кто-то говорит что гремит кто-то говорит что еще что-то меня больше всего смущает падающая бесконечно пыль на стол и любой цвет который я сюда постели постелю всегда поглощает свет бус ну вот этот нейтральный такой цвет фиолетовый он кстати передается не так на камеру но видите собственно все цвета четко видны просматриваются и если кого-то раздражает цветной фон не обессудьте пожалуйста я работаю над этим и обязательно буду менять его и так подписывайтесь на мой канал ждем следующего видео для с переделками для магриппы конечно я желаю всем красоты здоровья и удачи и слушайте сказки всем всего самого хорошего светлана ша спасибо 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 Продолжение следует...